Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. В это время наше радио выходит в прямой эфир национальной вещательной компании «Саха». И в этот час в эфире я, ведущий Роман Алексеев. Мне будут помогать вести передачу режиссёры Марья Новгородова и Николай Слепцов Айден. Сегодняшняя тема нашей передачи, в эти дни в Якутске, проходит кубок главы Ильдархана по шахматам. Про это мы сегодня будем разговаривать, про гостей, про мероприятия, про мастер-классы и тому подобное. Сегодняшний гость нашей передачи – президент Федерации шахмат-республики Саха-Якутия Владимир Анатольевич Егоров. Добрый день. Добрый день. Также участник кубка, международный гроссмейстер Борис Павлович Горачёв. Добрый день. Добрый день. Ну, Владимир Анатольевич, сперва, наверное, начнём. Кубок России в 2023 году входит несколько этапов по разным регионам нашей необъятной страны. Да, давайте я расскажу про формулу проведения кубка, потому что она достаточно такая интересная. Ну, как и в других видах спорта всегда есть чемпионат страны и есть кубок страны. И получается, кубок – это второе по значимости соревнования российского масштаба. Ну и, соответственно, кубок по шахматам проводится через отборочные этапы. То есть каждый год назначается определенное количество таких этапов, в разных регионах страны это проходит. И игроки, которые участвуют в этих этапах, набирают кубковые очки. То есть определенное количество мест даёт возможность получить кубковые очки. И дальше эти кубковые очки суммируются, и лучшие 16 попадают в финал. Вот в этом году всего 13 этапов, и финал будет проходить в декабре в Ханты-Мансийске. А мы здесь, в Якутии, стартуем, начинаем, можно сказать, соревнования Кубка России. У нас такая почетная миссия. Вот 23 числа было открытие, и мы начали уже первый тур. Всего, получается, у нас в соревновании 9 туров шахматные. Такие соревнования достаточно длительные. И у нас получается, что 1 февраля уже будет завершающий тур, и 1 февраля у нас будет закрытие турнира. Вот мы начинаем этот кубок. Это, наверное, придает дополнительную ответственность. И как-то, наверное, начинать. Да, конечно. У нас получается... Миссия такая заложена. Да, получается, что действительно мы даем старт этому соревнованию. Поэтому, как бы, то, что, допустим, это соревнование еще имеет название Кубок главы Республики Саха и Куке, дает еще такую двойную ответственность. Ну и считаю, что у нас очень так хорошо получилось, что у нас в нашем соревновании участвует действующий обладатель Кубка России 2022 года, Борис Павлович Грачев, который сегодня с нами. И действительно статус нашего соревнования такой очень высокий. Всего 5 гроссмейстеров участвуют в этом соревновании, 5 мастеров фида мужских и 1 женский мастер фида. Ну и, конечно, у нас участвуют и любители шахмат. С соответствующим рейтингом есть ограничения по рейтингу, ниже которого нельзя быть допущенным к этапу Кубка России среди мужчин. Ну вот нам Федерация шахмат России разрешила в виде такого разрешения для нашей проводящей стороны включить также нашу молодежь, которая у нас готовится к международным спортивным играм Дети Азии, кандидат в сборную, также вот играют в этом соревновании. Это радует. Борис Валович, ну вы действующий чемпион Кубка России месяц назад, да? Тоже вот в декабре в Ханты-Мансийске. Какие первые впечатления вот о республике и как вообще вот проходит мероприятие? Впечатления самые радужные. Совершенно блестяще организован турнир. Редко шахматисты играют в таких прекрасных условиях. Мы играем в музеи. Замечательная атмосфера. И это, конечно, сильно радует, потому что шахматисты не избалованы таким вниманием. Вниманием прессы, телевидения. Да, я впервые в Якутии и немножко опасался изначально из-за морозов возможных, но ничего, всё отлично. Ну, в эти дни у нас стоят такие сильные мороза, да? Да, да, да. И как раз-таки, когда мы разговаривали с нашими гостями, поняли, что им как раз интересно себя на таком морозе попробовать, можно сказать. Даже вот вчера состоялся такой уникальный блиц-микроматч такой из двух партий. На площади Ленина. На площади Ленина. Играли два гроссмейстера при температуре минус 50 градусов. У нас есть материалы, давайте посмотрим. Да, давайте. Про этот. Ну, тут участвовали 16-летний Валдар Мурзин, да? Да, получается, играли, получается, ну да, 16-летний Валдар Мурзин, самый молодой гроссмейстер России. Вот. И международный гроссмейстер Михаил Кабали, он же старший тренер юношеской сборной России. Ну, и Валдар занимается также у него. Вот. Ну, вот они сыграли две партии. Первую выиграл Валдар, вторую, значит, выиграл все-таки тренер, но в такой упорной борьбе. И было на самом деле здесь. Ну вот, видео смотри. Да. А идея такая от самих гостей была, да? Да, Михаил Робертович, он такой очень спортивный человек, как любой старший тренер сборной, наверное. И, значит, вот решил попробовать в таких суровых условиях провести такую игру. Борис Павлович, как вы на это смотрите, на улице в Пятидесяграции Муроза сыграть шахмат? Экстремально, экстремально. Я бы, честно говоря, не решился бы, наверное, но вот Михаил Робертович закаляет своего ученика таким образом. Ну вот, в Национальном художественном музее проходит турнир. Это придаёт, наверное, более ещё красоту, да, вынимание. Вот про это. Почему вот именно выбрали Национальный художественный музей? Да, вы знаете, шахматы же говорят, что это интеллектуальное искусство, так? А Национальный художественный музей — это изобразительное искусство, да? Поэтому два вида искусства, мне кажется, очень хорошо сочетаются. И там, и там требуется и творчество, требуется такая, значит, креативность какая-то, да? И, соответственно, в музеях тихо, спокойно, для шахматистов как раз нужна такая атмосфера. Поэтому не случайно есть ещё и проект шахматы в музеях, который проводит Федерация шахмат России. Да, она сложная. Там проводят такие крупные турниры, суперфинал, чемпионат России как раз-таки проводят в этих известных музеях. Ну и вот мы решили также, что наш художественный музей тоже достоин такого события, да? И стоит прямо на площади Ленина удобная локация. Вот, поэтому, чтобы наши жители Якутска, гости столицы, могли спокойно зайти и полюбоваться зрелищем, да? И кто-то из них, может быть, в музее не был, заодно посмотрят искусство, вот, ну и насладятся игрой шахматистов. — Борис Павлович, как у спортсмена, я хотел бы спросить, вот, про статус Кубка России. Ну, есть такое понятие, чемпионат России, там вот все силы обычно спортсменуют, а Кубок России, там, допустим, ну, допустим, в футболе вот такая вот система же имеется, там вторые составы играют в Кубок России. — Безусловно, безусловно, и здесь ситуация, она в целом схожа, все-таки самые топовые игроки России довольно редко принимают участие в Кубке. Все-таки статус чемпионата России суперфинала гораздо выше, но, тем не менее, для меня, как шахматиста, скажем так, из второго эшелона, и это тоже очень значимые турниры, и в прошлом году я очень был счастлив выиграть подобные соревнования. — Вот, прошлый год, еще бы рассказать, как вообще прошел сезон, про финал. — Да, прошлый год, помимо Кубка России, есть еще так называемая Черноморская серия, которая состоит из большого тоже количества турниров, и эти турниры также входят в этапы к отбору, да, в финал Кубка России. Вот, и мне достаточно хорошо удалось сыграть в Черноморской серии, непосредственно выиграть ее, и этих турниров мне хватило для того, чтобы попасть в число 16 лучших, кто будет бороться за Кубок России. Сам Кубок России, почему? 16, потому что по нокаут-системе проводятся соревнования, но и там в жутко упорной борьбе удалось. Раньше мне не очень удавались подобные соревнования, но по нокаут-системе не так часто. — Алексея Гаганова в финале. — В финале, да, Алексея Гаганова из Санкт-Петербурга. — Отлично. И мастер-классы проводятся от гроссмейстеров, да, Борис Павлович? Уже я вот услышал, что вы уже провели мастер-класс. — Да, вчера. Очень приятно удивлен уровнем ребят, их интересом, заряженностью бывает такое, что это сразу чувствуется, видно, есть у ребят огонек какой-то загорается, интерес. В общем-то, вчера всё это было. Мне очень понравилось, мне кажется, продуктивно один час мастер-класса прошёл, а потом был сеанс одновременной игры на 20 досках, то есть я тоже боролся с ребятами. — А вот молодое поколение наше как оцениваете? Глаза голят? — Да, определённо совершенно есть талантливые ребята, но, соответственно, понятно, что нужно очень много работать и свой этот талант оттачивать. И без работы, естественно, скульпулёзной работой, в общем-то, нужно стремиться к самым высоким достижениям, если они того сами хотят. — Вот про мастер-класс ещё бы поподробнее узнать. — Да, ну, получается, у нас все приглашённые игросместеры согласились проводить мастер-классы с детьми, сеансы одновременной игры. Четыре у нас, получается, таких будет мастер-класса и четыре сеанса. Ну и плюс, получается, наш пятый игросместер, Максим Антон Вячеславович Шамоев, он занимается с нашими детьми индивидуально со сборной, скажем. — Уже в декабре мы начали с ним такую нашу системную работу, то есть была гроссместерская сессия, где продлились такой костяк, с которым он будет работать. И вот сейчас уже во время турнированных готовит партии, разбирает с ним партии, да, и вот, соответственно, кроме того, что он играет, да, поэтому мы намерены дальше продолжать. Ну, надо сказать, вот у него ученик, такой, значит, 9-летний мальчик, уже в этих двух турах два раза сыграл ничью с, можно сказать, превосходящими силами, да, более старшими. Мы сейчас уходим на рекламу, работаем в прямой эфире от 32 11 00 32 00 66. Ждем вашего вопроса. Дорогие телезрители и радиослушатели, мы работаем в прямой эфире. Сегодняшняя тема нашей передачи — Кубок головы Елдархана по шахматам Кубок России. Работаем в прямом эфире. Наши телефоны 32 00 66 и 32 11 66. Может, ваши вопросы, интересующие президенту Федерации шахмат Владимира Анатольевича и гроссместеру Борису Павловичу Грачеву. Ну, про турнир, наверное, еще раз поподробнее расскажем. Сколько участников, номинации какие, сколько регионов Российской Федерации участвует? У нас получилось такое магическое число — 50 участников. И символично, что у нас минус 50 градусов в это время, да. Как я сказал, 5 гроссместеров, 5 мастеров фиды мужских и 1 женский мастер фиды. Ну и, соответственно, у нас получается, что участники из 8 регионов страны. Вот, получается, у нас есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, с Крыма, значит, Хабаровский край, Сахалинская область, Бурятия и Республика Саакутия. Ну и у нас довольно много, большой такой призовой фонд, 1 миллион 100 тысяч рублей. Так, этот призовой фонд распределяется, ну, порядка 30 номинаций у нас имеется, да. Это по рейтинговым группам есть номинации, да. Есть номинации по возрастам для юношей, для девушек, для женщин, для ветеранов. Ну и есть, как мы называем, основной дополнительные призы, это называется, для лучших игроков из Якутии. Таких у нас 3. Ну и есть 12 основных номинаций, за которые борется каждый игрок. То есть можно получить основной приз, попав в первые 12, и плюс специальный приз по своей номинации, по своей категории. Еще номинация и самая красивая. Да, совершенно верно, это вот инициативу проявили, значит, сами шахматисты, да. Вот Дмитрий Николаевич Масорин, наш многолетний ответственный секретарь Федерации, который сегодня уже, ну, является таким ветераном шахмата, да, но вот решил принять участие и предложил, разработал положение за красивую партию. Вот мы сегодня его утвердим, и уже у нас определено жюри компетентное, да, которое определит вот эту самую красивую партию, и за эту партию игрок получит, ну, победивший получит приз, или если сыграет ничью, это самая красивая партия, ну, два игрока тогда больше. Самая красивая партия, это как, допустим, Борис Павлович, самая быстрая победа, либо... Нет, нет, нет. Ну, опять-таки, зависит от многих обстоятельств. Может быть, какой-то тонкий позиционный маневр, может быть, красочная атака с каскадом жертв и так далее. Очень по-разному, но, я думаю, все, кто играл подобные партии, они сразу чувствуют и понимают это. Вот это, да, вот это стоящее. А от своей карьеры, допустим, вот, если вот сейчас вспомнить свою самую красивую партию? Да, могу назвать. Я бы не назвал ее самой красивой, но лучшей. У меня такая партия есть на командном чемпионате Европы в 2013 году против Антона Коробова, очень сильного известного шахматиста. Этой партией прям я доволен от и до. Спасибо. К нам подключаются наши телезрители, радиослушатели. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Из Покровских, Молосклеб, беспокоить. Борисе Павловичу у меня вопрос такого характера. Мы, с 50-х годов рождения люди, дни нашей молодости, 60-е, 70-е, 80-е годы, например, тут в Якутии, интерес шахматам очень большой был. Ага. Мы на перечисле знали, шахматистов, этот, чемпионов мира. Очень большой интерес был. Потом, после перестройки, после 80-х годов, интерес шахматам упал совсем. Этот, люди, этим стал, президентом лиги шахмата, всемирной лиги шахмата стал Кирсен Илюмжинов. И с тех пор шахматам совсем интерес потеряли. Вот видно, что это в нашей республике. В нашей республике ни одного масса спорта, кроме Мендета Пурова, у нас нет. Вот сейчас Россия как делает? Сейчас кто возглавляет лигу шахматистов, семейной лиги шахматистов? Куда возглавляет? Куда президент? Вот я это спрашиваю. Илмар Иеремевич, у нас постоянно слушатели спрашивают, вот, Борис Балович, от вас. Про интерес шахмата. Да, ну, сложно сказать, почему именно вот в Якутии нет, пока что, надеюсь, пока что и скоро появится, нет гроссмейстеров, международных мастеров. Но связано ли это с потерей интереса и с приходом, как сказал наш слушатель Кирсена Илюмжинова? Ну, я думаю, слишком много факторов нужно учитывать. И, ну, что касается Республики Якутия, я думаю, что как раз первые шаги, первые важные, нужные шаги делаются в этом направлении. И понятно, что ничего не бывает сразу. И постепенно, при правильной работе, я уверен, что будут появляться сильные шахматисты. Что касается, я так понимаю, был еще вопрос, кто руководит, ну, Международной Федерацией руководит Дворкович. Президент Российской Шахматы Федерации недавно были выборы. Андрей Филатов переизбрался на очередной срок. Ну, в целом, мне тоже кажется, что не хочу впадать в какой-то критицизм, но определенная стагнация, мне кажется, присутствует в последнее время. С чем это связано, это уже не мне судить, но развитие немножечко, как мне кажется, застопорилось на определенном уровне. Владимир Анатольевич, вот про интерес наш ради слушателей спросить. Да, конечно, в 60-е, 70-е, 80-е годы, да, и раньше, конечно, да, на самом деле, интерес был. Вот 60-е не случайно упомянуто, да, потому что именно в 60-е годы у нас появился первый мастер спорта СССР. Это был Михаил Анатольевич Куприянов, ну, а дальше появился именно Тихонович Топыров, который вот наш слушатель упомянул, да, вот у нас два истории, два мастера спорта СССР, да. Вот, ну, и далее у нас был в 90-е годы, значит, мастер спорта, мастер, международный мастер был Сергей Николаев, да, к сожалению, трагически погибший, да. Вот, ну, и надо сказать, что у нас еще вот интересная вот такая группа была шахматная в Миринском районе, в Удачном, да, там Надежда Хормунова, она сейчас международный мастер, да, и Сергей Павлов тоже международный мастер, да, но они вот как бы выходцы из Якутии сейчас находятся в разных местах, но тоже вот здесь начинали, как, ну, в детях, как говорят, да, заниматься шахматами, так. Ну, а что касается вот того, что вот шахматы теряют популярность, понятно, что сегодня такой информационный век, очень трудно конкурировать вообще вот с компьютером, с интернетом, с гаджетами, да, все, наверное, такие вот настольные игры и так далее, да, они, ну, требуют определенных там усилий, популяризации и прочее, да, потому что, ну, проще ребенку дать гаджет в руки, и он будет, как говорится, этим занят. Занят, 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 и все, многие родители идут по этому легкому пути, ну, я сам так не думаю, что шахматы не востребованы, да, вот, много же детишек занимается, кружки все полные. Да, 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 на самом деле есть интерес к шахматам, да, но у нас, мы знаем, что к шашкам тоже вот интерес, да, и достижения есть, вот, ну, шахматы, считаю, вот сейчас переживают такой, можно сказать, второй, второй там пик популярности, да, у нас и интересные художественные фильмы выходят, и, как бы, в мировом прокате, и у нас, в стране, поэтому, как-то, вот, есть такой интерес, да, ну, и система соревнований, в принципе, она сейчас, как бы, достаточно развитая, можно участвовать и побеждать, и интерес какой-то есть. Ну, и, кроме того, мы, вот, в республике развиваем шахматы в образовании, у нас больше и более, чем в 100 детских садах и школах, да, занимаются внедрением шахматы, вот, с точки зрения образования, поэтому, думаю, что мы сможем, вот, и в том числе, и вот этим мероприятием, да, так, еще склыхнуть, можно сказать, да, сделать, условно говоря, такой шахматный бум, ну, и дальше будем развиваться. — Борис Павлович, вот, интерес к шахматам, ну, с юношеских лет занимаетесь, как проявили вот этот интерес? — По сути, всю мою жизнь, уже в 4 года мой отец, ну, он сам неплохо достаточно играл, был моим, можно сказать, первым тренером, уже в 4 года он меня направил в дворец творчества на Воробьевых горах в Москве, вот, и, по сути, да, с 4 лет уже. Довольно быстро ко мне пришли первые успехи, в 9 лет удалось выиграть чемпионат России и мира в категории до 10 лет, среди мальчиков, вот, ну, и, соответственно, ждали от меня все еще большего и большего, подстегивали на дальнейшие успехи, вот, ну, в какой-то момент, наверное, затормозилось немножечко по тем или иным обстоятельствам развития, ну, в общем, так или иначе, всю жизнь занимаюсь шахматами. — Наверное, много спрашивают у вас, да, скольки лет, допустим, дети должны заниматься, как должны заниматься? — Ну, сложно назвать точный возраст, это разные бытует мнение, кто-то считает, что как можно раньше, кто-то считает, что, наоборот, ребенка не нужно навязывать ему, когда он еще сам не понимает, чего он хочет, вот, здесь нужно спрашивать методистов, наверное, и те, кто этим вопросом серьезно занимается, вот, но самое главное, это чтобы в самом ребенке был интерес и чтобы ему это не навязывалось, стремление к шахматным успехам, победам и так далее, чтобы он сам стремился развиваться в этом направлении. — Еще вот в турнире планируется блиц-турнир, да, в воскресенье планируется, да? — Да-да-да, вот, прежде чем про блиц-турнир, я бы хотел продолжить тему, которую Борис Павлович затруднил, да, что вот, когда он начинал, довольно рано, да, и были довольно рано детские успехи, да, я помню, кстати говоря, да, журнал «64» читал, помню, Борис Павлович, значит, Карачев, чемпион мира до 10 лет, вот, это, по-моему, какой-то 95-й, что ли, год, да, вот, и, соответственно, мы тоже, вот, когда моя старшая дочь тоже, вот, ровесница, да, тоже занималась, вот, и как-то ориентировались тоже вот на вот эти успехи, да, которые делают наши ребята. — Сейчас придем все на рекламу, потом продолжим. Дорогие телезрители, радиослушатели, вы смотрите передачу «Тетимчага», в этот час мы разговариваем про куба главы Ильдархана по шахматам. Мои сегодняшние гости — многократный чемпион России, международный гроссмейстер Борис Грачев и президент Федерации шахмата Якутии Владимир Анатольевич Егоров. До рекламы мы вот про детское, вот, детскую карьеру, юношескую карьеру разговаривали. — Борис Павлович, получается, будучи еще просто Борисом, да, скажем, Борей, да, выигрывал много турниров, становился чемпионом мира, и вот, как я говорил, я сам был свидетелем этого успеха, да, потому что вся Россия следила, конечно, что наши дети выигрывают чемпионаты мира. — По-моему, там еще был чуть ли не стопроцентный результат, да? — Нет, но близко к этому. — Да, какой-то был очень блестящий результат, и, соответственно, вот, моя старшая дочь тоже занималась, да, и мы ориентировались на это, и, да, действительно, много вот детей, у нас какие-то звездочки появляются, выигрывают те же чемпионаты мира, Европы и так далее, да, вот, и у нас в республике, в принципе, мы вот и намерены, Европе, да, значит, в детях что-то выигрываем, да? Вот, а дальше получается очень сложный такой момент, когда, ну, разные факторы наступают, да, там, у девушек свой фактор, да, у юношей свой, вот, ну, и, кроме того, такой чисто, вот, скажем, методический, что ли, да, то есть, получается, ребенок играл с детьми, а потом начинает играть со взрослыми, более жесткие шахматы, где там те ошибки не прощают и прочее, да, и, соответственно, нужны специалисты, которые вот могут ребенка вот этот переход сделать таким качественным, да, вот, вот у нас в республике, пока этого нет, пока этого нет, и вот мы надеемся на Антона Шамоева, да, который является первым бурятским гроссмейстером, вот у него вот есть опыт, получается, вот, как раз-таки переходы из детских во взрослые, и вообще опыт первопроходца, скажем, да, и, соответственно, вот мы надеемся у него это перенять, и чтобы у нас свои первопроходцы появились. Вот такой переходный момент вашей карьеры, допустим, тоже, наверное, имеет свойство быть, да? Да, как раз, вот о чем я говорил, довольно сильные, высокие результаты в совсем нежном, юном возрасте, а потом начались... Напротив сидеть не ребенок, а уже взрослый человек. Ну, в том числе, да, я уже начинал как раз играть и во взрослых соревнованиях, ну, видно, что рост каким-то образом замедлился, и как раз отец очень, ну, довольно быстро это подметил, поменяли тренера, и это дало новый виток какой-то определенный в моем развитии. И, в общем-то, довольно быстро я стал международным мастером, и, соответственно, думаю, что уже тогда играл в силу международного гроссмейстера, но выполнил чуть позднее, когда в мою жизнь ворвался институт, и это уже забрал определенное время. Хорошо. Про Блиц-турнир. Да, Блиц-турнир, значит, у нас будет воскресенье, так, в нем могут принять все желающие участие, да, ну, у нас, конечно, ограниченное количество мест, поскольку участие у нас в Национальном художественном музее нашего оборудования, это оснащение, да, но, тем не менее, я думаю, человек 60 точно смогут принять участие, мы приглашаем также и наших гроссмейстеров там сыграть, чтобы любой желающий мог попасть и попробовать свои силы, вообще, чтобы такой запоминающий случай на всю жизнь ему остался в памяти, да. Онлайн-трансанс, если планируется, да? Значит, у нас, получается, ну, Блиц-турнир нет, а так у нас ежедневно с 4 часов начинается турнир, и есть у нас трансляция партии отдельная на специальных вот таких шахматных сайтах идет, это, да, можно зайти посмотреть, с нашего сайта тоже есть ссылка, вот, а также есть видеотрансляция. Видеотрансляция, кстати говоря, очень там красивая картинка, можно сказать, на ней, да, потому что это все залы Национального художественного музея, зал, поэтому выглядит очень так, эстетично. Про первый тур, вот, фавориты? Ну, понятно, что у нас есть международный гроссмейстер, который является фаворитами, но, тем не менее, уже наша молодежь начинает давать бой, да, как говорят, немножко пощипывать, да, то есть в первом туре, получается, наша девочка 15-летняя, значит, сыграла в ничью с, значит, Володаром Мурзиным, значит, вот, два молодых человека, да, один уже, самый молодой уже гроссмейстер, высшее шахматное звание, да, играла, играла с кандидатом, ну, и, в общем-то, девочка такой проявила, такое, недюжинное, можно сказать, мастерство, и вот, сыграла, они сыграли в ничью, вот, и, вот, я упомянул, вот, уже мальчик из буряти девятилетнего, да, значит, который также сыграл в ничью с женским мастером фиды, так, ну, и во втором туре у нас тоже случились такие результаты, ну, можно сказать, такие сенсационные, да, ну, мини-микросенсации такие, да, не победа, все же ничья, но, тем не менее, получается, вот, наш мальчик тоже, ну, там, лет 15-16, да, он сыграл в ничью с Дмитрием Кряквиным, тоже международным гроссмейстером, вот, поэтому мы надеемся, что наши ребята почувствуют, что они тоже могут, как говорится, да, ну, вот, если какие-то обстоятельства сопутствуют, да, и дальше вдохновятся на большие успехи, да. А там как, вот, с болезнью, ну, это же тихий спорт, наверное, да, не там без никаких, давай, давай. Ну, да, спорт, эмоции внутри, снаружи тихо. Как вот с эмоциями справляетесь, Борис Павлович? — По-разному, по-разному, бывают очень, действительно, волнительные соревнования, когда после партии тебя все колотят и трясет, что называется, вот, недавно на Кубке России были очень валидольные матчи, когда буквально все зависело от одного хода, и, учитывая, что это турнир по нокаут-системе на вылет, то есть проиграл-вылетел, безусловно, серьезная нагрузка, серьезный стресс испытываешь, ну, справляться каждый, как может, справляется с ним. — Кубок России вот стартует в нашей республике, потом он, это как проходит вообще дальше? — Ну, известны все 13 этапов, в принципе, да, по разным регионам, как раз-таки это делается для того, чтобы популяризировать шахматы в регионах, ну, в принципе, подается заявка, мы вот ее подали, получается, еще в августе прошлого года, да, ну, и в декабре мы получили одобрение, ну, и поскольку вот в январе уже стартовать, конечно, было очень много хлопот, чтобы быстро успеть и вообще все организационные моменты как бы сделать, вот. Ну, понятно, что мы как бы регион, который впервые проводит, и поэтому, ну, нам дали вот время, которое уже осталось, да, а другие, как бы, уже традиционно проводят свое время, вот, ну, мы посмотрим, может быть, нам потом доверят. — Ежегодно. — Ну, ежегодно, да, и, может быть, мы время еще, может, подберем не такое экстремальное, да. — Более теплое. — Ага. — И важно отметить, что в этом году спортивное движение Якутии 100 лет. — Да, 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 и получается вот это соревнование, первое крупное соревнование, которое вот в рамках празднования столетий скультурного движения в республике. — Другие гости, допустим, какие у них первые впечатления, допустим, эстрапа, самолета? — Ну, может быть, и Борис Павлович, который общается уже со всеми там, да? — Да, ну, мне кажется, все очень довольны. Единственное, наверное, хотелось бы больше гулять, учитывая погоду, пока не получается. Но, тем не менее, уверен, у нас еще будет культурная программа, что-то посмотрим, что-то нам покажут. Ну, а пока впечатления самые замечательные. — Национальный художественный музей успели посмотреть? — Ну, немножечко, да, в перерывах. Шахматизм не всегда находится за доской, иногда, пока его соперник думает, может прогуляться. И здесь еще можно, да, это с пользой сделать, посмотреть на искусство. — Про гостей, вот. — Да, ну вот, я так понял, что мы же традиционно встречаем гостей с кумысом, с ладьями, да, в национальных костюмах, значит, девушка и юноша, да. И, соответственно, ну, это производит впечатление, оказывается, да, ну, не оказывается, вот, подтвердили наши гости, да, что мы придерживаемся своей национальной культуры, показываем ее, да, вот. Ну, и все попробовали этот кумыс, настоящий кобыль и кумыс с ладьями. Поэтому, ну, вот, мы считаем, что, как бы, встретили гостей достойно. — Культурная программа может... — Да, ну, культурная программа у нас традиционная, мы покажем и нашу сокровищницу, вот, и, значит, собираемся в царство вечной без злоты. Обычно мы, там бывает интересно бывать летом, поскольку летом жарко, а там, получается, зима, да, ну, как говорят, зимой там можно, наоборот, погореться, да, там температура небольшой минус, да, там порядка минус 10, поэтому, ну, интересная локация, да, надо обязательно посмотреть. — И вот я читал, что медали будут именно вот какие-то оригинальные. — Да-да-да, ну, мы, получается, весь новый год разрабатывали дизайн, да, и сейчас заказывали. — Времени было. — Да-да-да, но, в общем-то, мы постарались, у нас логотип все отмечают такой красивый, да, вот, и дизайн медалей, медали у нас, получается, такие необычные, обычно это круглые, да, у нас такие, они скругленные, значит, ну, 6 на 6 скругленные такие, да, вот, ну, и они изготовлены, получается, серебряная медаль из чистого серебра, золотая, серебряная с золотым покрытием, ну, и бронзовая из бронзы. Ну, вот такие медали, ну, у нас, на самом деле, это же кубок, соответственно, должны быть кубки, да, для призеров, вот, победителей. И второе, третье место подготовили специальные такие кубки в виде нашего национальной посуды «Чарон», да, большой, 50 сантиметров на одну ножке, да. Ну, и для, значит, второго и третьего места с тремя ножками сосуды, да, значит, 28 сантиметров со всей атрибутикой там, да, поэтому, в общем, красиво. Ну, и, кроме того, по всем этим номинациям, которые получат специальные призы, также мы изготовили небольшие «Чароны» 8 сантиметров, так что на память участники, кто успешно выступит, все сохранят такие атрибуты. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, потом продолжим наш разговор, сегодня разговариваем про кубок Ильдархана по шахматам, кубок России, если у вас есть вопросы, можете звонить и задавать свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Дорогие телезрители и радиослушатели, в эфире Татим Чага, Роман Алексеев веду сегодняшнюю передачу, международный гроссмейстер Борис Павлович Горячев и президент федерации шахматрисургаса Хайкуте Владимир Анатольевич Егоров. Ну, в сегодняшней передаче мы обо всем поговорили, про медали, про организацию, про гостей, про культурные мероприятия. И хотелось бы еще вспомнить, упомянуть благодарственные слова. Тех, кто нас поддержал, да? Поддержал. Такое короткое время. Конечно, конечно. Это вот на самом деле решения принимались очень быстро. Я благодарен тем, кто нас поддержал. Ну, прежде всего, глава республики Сахайкуте, Айсен Сергеевич Николаев, да? Игидой, которого мы проводим этот кубок. Также вот Министерство спорта, ну и, понятно, Министерство спорта России и Федерация шахмат России, которые нам предоставили вот такой статус нашего соревнования. Также, конечно, Национальный художественный музей обязательно хотел бы поблагодарить, которые изначально, конечно же, опасались, что вот какое-то спортивное мероприятие будет проходить в их музее, да? Вот. Но потом они сами, как сказать, вникли и поняли, что это даже очень хорошо, да? Позитивно теперь к этому относятся. Вот. Также вот мы как бы считаем, что мероприятие в основном направлено на наших детей, на наше подрастающее поколение, поэтому и Целевой фонд будущей поколения, значит, внес свой вклад. И Малая академия наук Республики Схай-Якутия, да? Ну и, конечно же, вот финансы из стороны мы благодарим компанию «Алроса», значит, которая вот внесла самый такой существенный вклад в финансирование этого турнира, да? И также у нас еще четыре компании поддержали. Это «Железные дороги Якутии», «Иркутская национальная компания», значит, также у нас «РНГ», вот. Вот, и еще одна компания у нас… — Высочайшая. — Да, 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 получается, родник высочайший. Да, вот, получается, вот такие компании поддержали нас, и благодаря чему у нас получился такой хороший, можно сказать, праздник. К нам телефон поступил, наушники, пожалуйста, дорогие гости, наденем. Алло! Алло! Здравствуйте! Добрый день! У меня такой вопрос. Кубковые соревнования, насколько я знаю, это командные соревнования. А как проходят здесь в Якутии у нас соревнования, какое соревнование личное или командное? Это первый вопрос. Второй вопрос. Будут ли участвовать наши шахматисты в последующих турах в других городах? Спасибо. — И еще один телефон услышим. Алло! — Алло! — Здравствуйте еще раз. — Добрый день! В чем феномен узбекских шахматистов в лице Надербека Авдусаттарова, которые выиграли 44-ю шахматную олимпиаду? И второй вопрос. Сейчас прямо в мире лидируют китайские шахматистские женщины. Почему наши проиграли? Это вроде бы очень сильные горячки на лагу, но кощаник. — Все, спасибо. Вопрос. — Да, очень интересные квалифицированные вопросы такие задают. Во-первых, про Кубок России, что командный он или личный. Действительно, в некоторых видах спорта, наверное, есть командные. И командные чемпионаты бывают. А Кубок, он у нас носит личный характер. То есть шахматисты борются за индивидуальные результаты. Так? Второй вопрос был про... — Наши шахматисты в дальнейшем будут участвовать? — Да, наши шахматисты будут в дальнейшем участвовать. У нас получается 49 участников, что позволяет получить зачетные очки семи шахматистам. Он вычисляется по формуле корень квадратный из количества участников. И, соответственно, те шахматисты, которые наберут какие-то кубковые баллы за счет попадания в финал, те, в принципе, могут уже дальше бороться и участвовать в других этапах. То есть имеет смысл. Ну а кто не наберет, тот тоже может. Но мы уже тут, как говорится, шахматисты сам будут принимать решение. — И вот про лидерство китайских и про феномен узбекских это коэффициент. — Ну, что касается феномена узбекских ребят, тут, мне кажется, большая роль в этом Рустама Косымжанова. Это человек, который выиграл чемпионат мира по нокаут-системе. То есть, по сути, стал чемпионом мира. Тогда были всякие разноусобицы по поводу проведения чемпионатов мира. В общем, был такой накал чемпионат мира, который узбекский шахматист Рустам Косымжанов выиграл. И огромное количество детей после этого пошло заниматься шахматами в Узбекистане. И, в общем-то, те, кто ответственен, следит за этим, они, в общем-то, удачно воспользовались моментом. И вот спустя как раз чемпионом мира он стал, если не ошибаюсь, в 99-м году. Соответственно, вот чуть больше 20 лет прошло. И мы видим действительно целую плеяду блестящих шахматистов молодых, которые уже, Абдусаторов уже в элите, можно сказать, а остальные близкие к ней. Что касается женских шахмат и почему мы уступили, получается, китаянкам, здесь мне, честно говоря, сложно ответить на этот вопрос. Действительно, мне самому казалось, что наша женщина сильнее в последнее время, посильнее смотрится. И, наоборот, вроде бы Китай немножечко сдал свои позиции, по крайней мере, в мужских шахматах точно, несмотря на то, что у них есть Дин Лежень, который будет играть с Яном Непомнящим матч на первенство мира. Но, тем не менее, оказалось, что, в общем-то, пик их прошел. И, тем не менее, все равно результаты оказались вот такими. Спасибо за ответы. Я бы тут добавил плюс пик шахматистов. Просто зрители, может быть, не знают. Да, вот слушатель задал такой интересный вопрос про них, да, но не упомянул, что они действительно настолько сильны, что они в Олимпиаду выиграли. Они же в Олимпиаду, в последнюю. Именно в чем финал. В последнюю. Да. Поэтому, действительно, 24 века, и, как говорится, результаты пошли, да. Какие вот дальнейшие планы Федерации шахмат Республики Захайкутия? Про это, наверное, вот будет. Да, вы знаете, у нас наши планы связаны, конечно, с изменениями, которые должны произойти в Российской шахматной федерации, да. Точнее, ее принадлежности к конфедерации, да, то есть были европейские. Сейчас должен состояться переход в азиатскую, да. А мы же проводим международные спортивные игры «Дети Азии» уже с 96-го года. И шахматы с тех пор там есть в этой программе, да. И, соответственно, в 24-м году также мы ожидаем, что, точнее, не ожидаем, уже точно знаем, что шахматы будут. Готовимся к этому, да, и хотели бы, конечно, видеть здесь значительное количество уже стран. Азиатская конфедерация, она очень сильна. Мы упомянули, получается, и Узбекистан, и Китай, да. Индия, на самом деле, очень сильна, Иран. Есть еще и другие, да, шахматные страны. Вот, и поэтому вот эта конкуренция, она дает такую большую, как бы, возможности для роста, да. Вот, мы это много обсуждали с старшим тренером юношеской сборной, Михаилом Робертовичем Кабали, который тоже здесь, да. Вот, и получается, мы, Якутия, находимся в таком регионе, как бы, в азиатской части, и проводим еще такое соревнование. Поэтому кому, как ни нам, в общем-то, здесь быть, ну, как говорят, за коперщиками или за бойщиками, да, вот, именно вот вхождение в азиатские шахматы. Поэтому мы считаем, что здесь мы должны системно работать, работать, значит, с, у нас, у себя, как бы, по популяризации шахмат, потом обеспечить систему подготовки шахматистов высокой квалификации, да, и с тем, чтобы наши звезды, звездочки могли уже играть в таких хороших турнирах и показывать результаты. — Сегодняшняя программа какая? Каждый день с четырех часов. — Да, каждый день, получается, у нас тур начинается в 16.00, приглашаем всех в Национальный художественный музей, да, ну, а тем, кому сложно по тем или иным причинам прийти вочно, у нас на первых пяти досках идет трансляция, трансляция как видеотрансляция, так и трансляция партий, то есть можно конкретно следить за партиями, их анализировать, можно наблюдать за тем, как шахматисты, значит, сидят за досками и проводят свои партии. — Ну вот, почему именно в 16.00 начинается? Может, какие-то... — Ну, тут, может быть, Борис Павлович тоже, как бы, знает лучше. — Почему не с 8 утра, допустим, с 9 утра? — Ну, я вот могу сказать только из опыта того, что вот мы много в детских шахматах мы ездили, да, значит, получается, что, как правило, шахматисты обеда, значит, готовятся к следующему туру. Вообще очень сложный вид спорта. На соревнованиях шахматисты не просто только играют, они еще и готовятся к партии, да, разбирают партии соперников, да, потом готовят свои наработки, да, получается, это такой чуть ли не 12-часовой рабочий день во время соревнований. — Про это, пожалуйста, как это подходит подготовка? — В целом так и есть, с развитием, скажем так, компьютеров в шахматах большая часть, очень большая часть подготовки играет подготовка к партии, и, соответственно, анализ того, какой дебют может разыграть твой соперник, действительно, на это уходит очень много времени, нужно быть всесторонне подготовленным к партии. Ну, что касается времени, по-разному, в общем-то, наиболее распространенная практика — это с трех-четырех проводить соревнования, вот, но в том же Кубке России очень часто проводились и с утра партия, то есть, ну, соответственно, в зависимости от этого ты свой режим дня и строишь. — А вот про разбор партии соперников тоже место имеет быть, да? — Да, безусловно, то есть есть база партии, сыгранных твоим будущим соперником, перед каждым туром ты открываешь, смотришь и, соответственно, делаешь для себя какие-то выводы. — И в конце, Борис Павлович, вот нашим телезрителям, радиослушателям ваши пожелания. Нас сейчас смотрит вся наша необъятная республика, слушает тоже вся республика. Может, им свои пожелания? — Да, ну, большое спасибо за гостеприимство. Мне очень... Всё очень нравится здесь. И мои пожелания касаемо, прежде всего, шахмат, чтобы они развивались, в республике, и талантливые ребята вырастали, и, наконец-то, добились международных званий. Ну и всем, естественно, всего наилучшего, и немножко, чтобы потеплее ещё было. — Спасибо. Владимир Анатольевич, в двух словах. — Ну, я бы хотел пожелать нашим радиослушателям, во-первых, конечно же, следить за нашим турниром, ну и сказать, что шахматы — это очень интересный не только вид спорта, но и вообще род занятий, и очень полезный для развития личности. Поэтому все интересуйтесь, играйте в шахматы. — Спасибо за беседу. Было честью сегодня с вами побеседовать, и хороших баталий, партий желаю. — На этом эфир заканчивается.